28 июля в региональном УМВД говорили о подростковой преступности в областной столице. По данным полиции, с начала года в Твери подростками совершено 22 преступления, из них 13 в группе. В основном это имущественные преступления, из которых 9 краж и 4 связаны с закладкой наркотиков. Большинство из 32 подростков, совершивших эти преступления, воспитываются в неполных или асоциальных семьях. Конечно же, это неблагополучные семьи, либо неполные. Зачастую, в исключительных случаях, конечно, бывают, когда подростки совершают правонарушения, и в редких случаях, конечно, и преступления под влиянием каких-то посторонних лиц из благополучных семей. За первую половину года выявлено и поставлено на профилактический учет ПДН 10 групп в составе 24 подростков. Причиной совершения несовершеннолетних преступлений, как правило, является желание владеть новыми вещами, отсутствие адекватной оценки своих поступков, а также последствий их совершения, отрицательное отношение к проводимой профилактической работе со стороны правоохранительных органов, негативное отношение к закону, отсутствие должного контроля со стороны родителей, законных представителей за своими детьми и за теми детьми, за которых они несут ответственность. В профилактике подростковой преступности важно взаимодействие правоохранительных структур, родителей и педагогов школ и колледжей. На мой взгляд, вообще все органы исполнительной власти, они поворачиваются к этой проблематике лицом. Больше уделяется внимание именно в образовательных учреждениях уже сейчас и со стороны администрации, именно воспитанию детей уделяется внимание профилактике правонарушений, преступлений среди несовершеннолетних. Проводятся занятия, и это в целом политика государства, уже на первоначальном этапе подготавливать уже социально ориентированных, скажем так, граждан. Одна из действенных мер профилактической работы – определение оступившегося подростка в центр временного содержания несовершеннолетних. Несовершеннолетние попадают сюда по решению суда. Но многие родители не хотят отпускать своего ребенка из дома, хотя в некоторых семьях дети не видят и десятой доли того, что может дать центр. Здесь за судьбу ребенка отвечают сотрудники полиции, педагоги и психологи. Позиция судов сильно не поменялась. Действительно, это крайняя мера. Когда ребенка помещают в центр временного содержания несовершеннолетних преступников, это видно. И по тем цифрам 9 человек всего в этом году было туда помещено. За каждый проступок несовершеннолетнего в ответе взрослые. Не только родители и педагоги, но и работники торговли, которые нередко, презрев закон, продают несовершеннолетним спиртное и сигареты.